Здравствуйте! В этом видео я покажу выставку цветов, которая проходила на певческом поле в Киеве. И это выставка Хризантем. Называется это выставка История любви. И у входа нас встречают клумбы из высаженных хризантем. Эти клумбы тянутся вдоль дорожки и там тысячи просто высаженных кустов хризантем. Это очень-очень красиво. Масштабы этих композиций, конечно же, поражают. А также среди клумб есть милые фигурки из пенопласта. Это единорожки, котики-пушины, различные мишки с сердечками, просто сердечки, возле которых можно сфотографироваться. Выставка называется История любви. И все фотозоны посвящены этой тематике. Но, конечно же, основная красавица это хризантема. Бордовые, желтые, белые, припелено-розовые. В обрамлении цемерарий и других цветов украшают собой композиции. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Среди осенних цветов хризантема занимает почетное место. Хризантемы часто называют королевой осенью. Ведь когда уже многие цветы отцвели, эти красавицы украшают наши клумбы и цветут до самых заморозков. На данной выставке можно не только полюбоваться цветущими растениями, но и приобрести себе понравившиеся цветы. Здесь работает небольшая ярмарка, несколько палаток, где можно купить хризантемы, а также различные луковичные. Я, например, приобрела себе много различных тюльпанов, лилии и купила себе гортензию ванилла фраз. Также были различные герани и интересные очень растения можно было здесь подобрать. Цены умеренные достаточно, стоят недорого. То есть луковица лилии стоит 20 гривен, когда точно такую же я покупала за 54. Так что всем любителям цветов рекомендую не только полюбоваться цветами, но и приобрести себе понравившиеся экземпляры. И вот мы уже попадаем на саму выставку. На выставке представлено 10 основных локаций. И это первая из них с воздушным шаром. Туда в воздушный шар можно зайти и сфотографироваться. И очень интересно сделаны сердечко. Они собраны из живых цветов. И это уже следующая композиция. Здесь тоже можно сфотографироваться. Но, к сожалению, не все цветы здесь расцвели. В этом году вообще как-то хризантемы зацвели позже, чем обычно. И вот это, наверное, композиция в тени. И не все хризантемы еще расцвели. Это интересная тоже композиция. Здесь карета. Карета из живых растений, из хризантем. Но, опять же, не все они еще расцвели. Это было 15 октября. Я ходила на эту выставку. Но очень интересно смотрится. В карету можно забраться, сфотографироваться. Тоже сделана специальная дорожка, чтобы люди не вытаптывали клумбы. Хризантемы на всех композициях высажены настолько плотным ковром, что буквально между ними нет расстояния. И создается впечатление, что это какими-то красками все нанесено. Когда смотришь на это все издалека. Это композиция такая интересная тоже, с лодочкой, в которой можно сфотографироваться. И река сделана такой голубой отсыпкой. И вокруг усажено все хризантемами. Следующая композиция посвящена Парижу. Париж, как известно, это город любви. И здесь в центре композиции расположена Эфелева башня. И такой интересный есть велосипед, на котором можно сесть, тоже сфотографироваться. То есть на каждой локации есть несколько фотозон для тематических фотографий. Прекрасные девушки-украинки уже переоделись в платья из фольги. И очень красиво переливаются и блестят на солнце. Ползика. Париж, 최 привлекает внимание композиция с лебедями они как известно символ верности и также обрамляет эту композицию ковер из цветов по центру расположена скамейчика на которой можно присесть и сфотографироваться туловище лебедей тоже сделаны из хризантем очень интересная композиция с ключиками но к сожалению здесь еще не все цветы зацвели и здесь такое вот дерево красиво из хризантем сердца и ключики очень милая фото зона интересно это дерево наверное дерево любви и его так вот как бы поливает из импровизированной леечки сердечками очень мило это все смотрится идеи композицию очень интересные необычные мне очень понравились очень интересно вот эта композиция эти крылья сделаны из хризантем и во внутрь можно стать на специальный подиум и сфотографироваться и впереди такое огромное красное сердце здесь вот две девушки решили сфотографироваться но красиво конечно когда ты один стоишь с такими крыльями из цветов и 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 последняя композиция с мелом мишкой мишка сделан из такой искусственной как бы травы но очень мило все это смотрится и тоже есть специальные скамейки где можно присесть и сфотографироваться и это зона которая без цветов здесь из такой искусственной травы сделанные различные замки фигуры животных и по центру такое интересное дерево мне кажется это как бы из алиса в стране чудес такое дерево но очень интересно смотрится хотя видно что уже много лет она стоит и не меняется но эта часть очень нравится детям они с удовольствием сюда приходят потому что здесь интересные животные из фигурки животных из искусственной травы и им больше здесь понравилось фотографироваться потому что там где огромные цветами композиции мамы замиранием сердца заставляли их фотографироваться а здесь они с превеликим удовольствием бежали фотографироваться сами никого не нужно было заставлять особенно много эмоций у деток вызывали вот эти две гориллы все с ними хотели сфотографироваться просто отбоя у этих горилл не было от желающих выставка подарила очень много мне позитивных эмоций очень мне понравилось надеюсь вам тоже понравилось моё видео поэтому если вам не сложно поставьте пальчики вверх подпишитесь на канал ну а я желаю вам всего хорошего до скорых встреч на нашем канале а и 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